Камила, прыгать будешь с моста? Да. Тут невысоко. Не могу, ты что? Ёб твою башню. Там жёртые домики, это пограничники. Офигеть. Это Турция, 4-5 этажей дома, что есть? Да, белый дом это уже Турция. Там Арджоба Геннадсвали. Дорогие, всех приглашаем в Грузию. Это чудесный праздник, Аджария. Вас ждёт 4-5 незабываемых серий. Александр Океанский, подписывайтесь. Ромчик со мной. Идём на барана, на охоту, идём наводить порядок здесь. Гостеприимные люди, приезжайте, пожалуйста, друзья, дорогие. А мы здесь остаёмся. Немцок пить. Всем привет, с вами Санька Океанский. Сегодня нас ждут большие приключения. Мы едем на водопады, каньоны, возле Батумии. Потом национальная кухня. Вот, так как едят именно местные. Это всё мы посмотрим, поэтому серия должна быть интересная. Не перематывайте и сойдите. Будет огонь, как всегда. Ребятки, сейчас покажу вам отель, который у нас за спиной. Рядом тоже наш Black Sea Star. Мы здесь завтракаем. Фактически это как один комплекс, небольшой. Поехали. Смотрите, такая терраса. Винцо, молочко, лимонадик. И заходишь сюда. О, пельмень. Вот видите, такая терраса. Давид, нас сегодня возит Давид. Да, Давид. И гид, и водитель. Мы для разнообразия решили сменить и гида, и водителя. Кто смотрел, да. Предыдущую серию, тот знает почему. Поэтому не всё так просто. Смотрите, иногда вашим доверием пользуются. Парк Свободы. Здесь же возле парка университета Дельфи. Срединариум. Ну это, друзья, Ветя говорят, первая линия здесь очень дорого. Мы хоть и живём тоже вроде на первой линии в море, но в старом городе, вот рядышком. А это новая часть. Не, здесь скончается уже старая. Здесь заканчивается, да. Не, ну это же новая постройка. А, так вот море. Мы вдоль моря едем. А-а-а-а. А я думаю, здесь первая линия. Теперь понятно. Всё, справа море. Право море. А я думаю, мы где-то едем перпендикулярно. Нет, нет, нет. Получается, друзья, смотрите, в прошлой серии, кто смотрел, когда мы ездили на термальные источники, обалденнейшее место. Не все местные даже там бывали. Мордвильный каньон. Мы ехали в сторону Поти. Сейчас и выезжали как на... В стороны Турции. Как да, как север. А сейчас города. А сейчас мы едем в другую сторону города. Я так понял. Вдоль набережной, на южную часть. В сторону Турции едем, да? Да. Ага, вот так. Так что, сейчас всё, ну и поняли. Украиночка. Это наш украинский ресторан. Да. Здесь играет фонтанин. На танцующей фонтане, на этом озере. Вечером надо приходить. Друзья, вот сейчас вам показывают южную часть города. Вот ту, которую мы видим. Мы живём на правой части. Мы живём на правой части набережной. А это та, которая идёт для Новый Город в левую часть. Вот сейчас вы имеете возможности увидеть. Здесь, как считается, первая линия. Все новые постройки, парки, озёра. Ну, красиво. А мы живём туда, ближе к порту. Там, где колесо обозрения и канатная дорога. Это всё смотрите в предыдущей серии. Называется «От тебя мало». А что это такое в этом дали? Как называется? Мушмула. Мушмула? Да. Вкусно. А вот это есть в чёрной или нет? Нет. Это в космосе. Угу. Поняли мы, что насухо не идёт дело. Будем начинать орошаться. Пойдёт, пойдёт. Пойдёт. Отлично будет. Давид говорит. Мой фирменный вопрос, который я задаю всем в Грузии. Саакашвили это хорошо или плохо? Хорошее. Хорошо? Конечно. Такой всё стройки, когда Саакашвили построили там всё. Всё началось, когда он был, да? Друзья, вот мы приехали на наше первое место, первую локацию. Напоминаю, едем мы в сторону турецкой границы. Она фактически рядом с этими горами. Это... Сейчас мы поднимаемся вот на такую смотровую площадку. Здесь вдоль всей дороги течёт вот эта красивейшая горная река. Это только начало, а не перематывайте. Будет интересно. Погнали. Друзья, это лишь один из многочисленных водопадов, которые будут встречаться нам по пути. Будут намного красивее, водопады больше. Но запомните, что все они осенью имеют совершенно другой вид. Они намного больше, мощнее. И громадина воды просто срывается с этого всего, с горных массивов. Смотрим дальше. Я напоминаю, в Грузии нельзя передвигаться либо без вина, либо без чащик, либо без пива. А закуска обеспечена в Unwog Trend здесь. Смотрите, вот на этом месте встречаются две реки. Одна идёт со стороны Турции, это турецкая река, а здесь идёт Саджария, аджарская её часть. Вот здесь они вместе соединяются. Кстати, видно даже такое разница в воде, водораздел. Всё ради инстаграма не сделаешь, да, Таня? Ребята, водопад называется Ачаришсхали, речка Чорохи, горная речка. Это первая остановка вот по той экскурсии и программе, точнее, не типичная экскурсия, мы берём себе с вами программу, когда вы едете в сторону турецкой границы, в южную часть. Погнали дальше. Махунцетский водопад. Сейчас будет Махунцетский водопад. Ого, тут ещё футбольное поле. Пошли с пацанами, сейчас Украина-Грузия. Все самые классные моменты проходят тогда, когда выключена камера. Ребята говорят, зачем в Грузии пиво пить, когда вино надо пить? Он просто не знает, сколько мы уже этого вина выпили. И утро у нас тоже сегодня начиналось именно с вина. Дорогие, всех приглашаем в Грузию. Это чудесный край, Аджария. Вас ждёт 4-5 незабываемых серий. Александр Океанский, подпишитесь, Ромчик со мной. Идём на барана, на охоту, идём наводить порядок здесь. Гостеприимные люди, приезжай, пожалуйста, друг дорогой. А мы здесь остаёмся. Винц-Офи. Беспешно, хоть и дорогой друг. Этот Океанский может залезть куда-то, люди там фоткаются. Меня вечно тянет. Ха-ха-ха. Мелочь океанского. По сравнению с этим водопадом. Да, друзья, ещё минуточка важной информации. Везде здесь есть туалеты, везде здесь продают там ягоды, черешни, разную прочую живность. Поэтому вина и всё остальное на всех вот этих остановках. Поэтому вы свободно можете здесь всё купить. Понятно, оно будет там, возможно, подороже. Но за это дело можете не переживать. Цены, кстати, более-менее нормальные. То есть не так, как у нас на ЮБК или где-то там возле Одессы в три раза дороже, если это туристическое место. В общем, для всех туристов сейчас предлагают здесь рафтинг. Но на самом деле самый хороший рафтинг здесь осенью. Октябрь, ноябрь месяц. Когда есть много воды, полноводные реки, тогда это более экстремально. Сейчас это просто спуск по реке. То есть можно с детьми просто спуститься. Это Рома, кстати, заметил. Да, много где предлагают эту штуку. И понимаете, вы поедете, если вы были уже на рафтинге, то вы просто кайф не получите. Потому что надо так, чтобы бултыхнуло. Тух-тух-тух-тух-тух, понимаете? А водички-то нет. Котики не написали, и козы горнее, понимаете? Вот на одну сторону пошел этот водопад большой. Кстати, туда тоже берите плавки. Можете смело, там люди боятся. Заходите, вода не очень холодная. Я на себе испытал. Рафтинг я уже вам сказал. Только надо в сезон. И вот сейчас идет такая локация. Вот здесь можно кубки-хлюпки. Это мне напоминает эту речку Димчан. Или что там, Димчай в Аланье. Это, честно, все мне напоминает вот эту Аланью и Димчай, эту горную речку. Тоже горная река, тоже идет в море. Тоже вот такие вот кабачки на территории с кальянами, с кухней местной и так далее. Тоже рафтинг. Похоже все очень сильно. Тут Турция рядом. Давай, давай. Нормально, давай. Все, с богом, чувак. Это ледяная вода. Не, вода действительно ледяная, ребят. Давай, Саня. Родина знает своих героев. Ребята, это была горная речка. Ущелье Аланьи. Ну как? Холодная? Кросто. Давай. Вы увидите мост, которому 800 лет. 800 лет. Ребята прыгают с этого моста вниз головой? Да. А туристам... Какая глубина? 3 метра. 3 метра. А туристам? Туристам ногами разрешаем. Ногами разрешаете. Ну я еще не столько бахнул, чтобы даже ногами. Хотя сейчас после этого кабака. Давай бомбочкой. Без проблем. Да, наверное. Друзья, с этого моста можно прыгнуть туристам вниз. Ногами вниз. Не головой, ногами вниз. Камера вам не передаст, конечно, этой высоты. Ну я не буду. Не, я пока. Я, наверное, воздержлюсь. Мост, которому 800 лет. Представляете? Тамила, прыгать будешь с моста? Да. Тут невысоко. Не буду пешком. Ёпта. Я даже если бы выпил, наверное... Слушай, ну тоже. А смотри, не перейдем, не поставили ничего. По фунду падали, стопудов падали люди. Я уверен. Иду, смотрю, где переодеться можно. Тут люди где-то с пещеры вылезли. Сейчас посмотрим, что здесь. Ого, так тут ёлки-то палки. Тут проход есть. Тут проход есть. Ребята, знаете, я ещё подумал. Вот раньше было хорошо. Не было ни камер, ни телефонов, ни фейсбуков, инстаграмов. Ничего. Приехали люди, посмотрели и уехали. Получили камер. Сейчас все с этими камерами, эти ютуберы. Ой. Спасибо вам вместе, для не окунуться всю горную реку. Всё. Поехали. Попробуем отсюда. Детский садик. Вторая четверть. Всё? Я даже не достал. Пока мы с Томилой не сиганули, никто не решался, сейчас уже народ подходит, видишь можно, где глубоко, где неглубоко. Нормально, видишь, это кому-то тоже помощь. Вот это вторая речка, сейчас мы едем в заведение уже национальное покушать, горное село, там подают блюда и кушают сами местные, как свои блюда уже едят туристы, куда возят туристов. И вот здесь мы едем сейчас вдоль вот той вот реки Турецкой, которая вот я вам в начале серии показывал. И здесь уже холодная вода. Магахела национальный парк, да? Да, да. И на горах туда, куда поднимемся. Это национальный парк возле Батуми, в сторону Турции. Таких парков вообще здесь много, поэтому берите палатку, как кавказская пленница. Горную реку, палатку, живность и змеи толстые, как две руки здесь. Нет. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Друзья, смотрите. вот это при коммунистах вот эти пушки смотрели в сторону турции здесь через перевал уже все турция там за ущельем и это не видно и здесь вот это все дело могло туда гэпать саша с гидом на пушках которые осмотрели в сторону турции сейчас уже не стреляют до бункер этот ставьте на паузу и читайте охренеть я через а и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать, дорогой! Смотрите, куда мы... Это где местные, высоко в горах, смотрите, я просто не представляю, вот в самых горах, по этой узенькой дорожке практически не было туристических машин, автобусов никого, единицы. То есть в это место реально завозят и доезжают единицы. Вот я вам его советую, это высокогорный ресторан этот. Я думаю, тут будет классно. Готовят местные, вся еда местная. И готовят то, что они сами едят у себя дома, вот здесь. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok